короче вот такой красавец получился поменял колеса штатные были 110 на 90 такие под грязь под еще что-то поставил нашел обычную шоссейную резину 130 на 90 колеса сразу стали более внушительные более мягкие вот такая разница в заводских покрышках 110 90 а я взял 130 90 на замену дороже на них будет ехать я думаю поспокойнее и поровнее и побыстрее и без вибраций таких которые были значит по типу размеру угадал 130 на 90 лезет прям практически идеально под эти крылья там еще зазор остается на заднем крыле то что там проводка проложена проводочки идут ничего не заделал то есть прям достаточно по 130 на 90 у меня такое ощущение что его как бы и делали просто видимо там изначально ставят на него самый простой самый дешманский вариант китайской этой резины покрышек они достаточно дубовые достаточно быстро стираются если посмотрите на этих мопедах уже на пробегах чуть больше тысяч километров они короче получаются такие подстертые посередине средняя часть сжирается довольно быстро я думаю 10 тысяч нифига не проходит ну а здесь может стоять любые на самом деле 130 на 90 может китайскую поискать можете мишлен если денег не жалко вообще конечно при стоимости при былой стоимости данного транспортного средства в районе 60 тысяч рублей отдавать я за покрышки мишлен в районе там 20 40 тысяч в этом типоразмере на думаю это глупо и не очевидно я бы не стал ищите на авито бушная 130 на 90 с нормальным живым протектором не убитые не утертые будет вам счастье я в принципе предполагаю что например даже сейчас вы такой мопед новый там условно в районе 95 тысяч рублей купить то не знаю найти на него резину в районе там 10 15 тысяч это еще более-менее если вы будете долго ездить ну как бы не больше десяти процентов от стоимости на мой взгляд должна стоить резина на мопед это все-таки не скоростной мотоцикл на котором вам нужны там мега сцепные свойства и в принципе здесь все гораздо проще скорости гораздо меньше поэтому я бы не стал на вашем месте заморачиваться вот именно с этим но могу сказать что конечно с этими колесами прям преобразилась совершенно по-другому выглядит лучше едет ушла мелкая вибрация мелкая дрожь также что было сделано заменил ведущую звездочку нашел взял пятнадцатую типоразмеры если искать смотреть 428 15 т точно так же как 428 16 короче 15 место 14 встала вообще без проблем и даже с учетом того что меняли резину мне подтянули цепь в 15 все равно пробовали после этого и снимать ставить все нормально вот новая звезда 428 15 т на 15 зубов вместо 14 после нее можно 16 попробовать на ней поехал чуть-чуть я так сказал он даже не резвее стал он меньше у него вибрации на скоростях где-то до 60 до 65 километров час после 70 80 не знаю не гонял его пока так но я думаю 16 будет еще лучше 16 к сожалению не помещается просто так с натянутой цепи не хватает там два-три миллиметра расстояние либо что колесо сдвигать либо ослаблять цепь тогда 16 тоже лезет но как бы что она при этом у нас непонятно будет улучшение к это я думаю будет надо 16 проводить поставить уже дальше смотри но на пятнашке лучше стало реально вибрации меньше благодаря шинам и благодаря другой ведущей звезде 17 уже вряд ли полезет здесь вот если эту крышку снять там на фотографиях будет видно даже на 15 звезде вот здесь вот этого вместо немножко она цепи задевается и нет я думаю не очень хорошо по сути можно допилить сточить немного и воткнуть и семнашку но не знаю надо проверять в принципе в целом этот мопед он сделан под комфортную скорость до 80 километров час с 15 16 звездочкой до 80 на нем в пределах города разгоняться более чем нормально еще что по минусам наверное это китай тут все понятно вот всевозможный крепеж вот эти винтики гаечки шайбы которые есть они по сути одноразовые то есть если будете неаккуратно чем-то срывать велика вероятность что один раз сорвали все второй раз вы уже не закрутите также здесь смотрите несмотря на то что колесо просто как родное вот вот этот дать по размеру 130 90 прям идеального взгляд под открыл ложится вот эти винты пришлось подпиливать срезать просто срезали болгаркой вот здесь торчащие хвостики и зазор в принципе вот смотрите более чем нормальный но вы крутите хочет на самом деле трудно тоже есть вероятность что начнет сильно давить откручивается рвете надо будет стать новой стать касаемо вилки вот это железо конечно но это чистое китайское такое железо как на некоторые еще успея доставят до качества конечно так себе и замок вот этот вот сорвать типа защитные от поворота вилки как не в кем так скажу то есть качество железа конечно никакое при всем при этом все-таки амортизацию вилки есть если будете например резко попробуйте затормозить передним тормозом вы почувствуете что у нас он клюет то есть по крайней мере на более но пока он новый амортизация есть она работает ну а дальше уже зависит от давления которых покрышках вы ставите насколько он будет мягко ехать я все-таки конечно по привычке ямы и люки там всякие выбоины объезжаю но иногда просто встречаются такие участки дороги в городе ну по которым тебе просто надо проехать они прям все разбитые и вот на нем это можно делать только на минимальной скорости но впрочем разница вот что вот эти дорожные условно даже сейные покрышки что были типа внедорожные стояли завода проходят одинаково потому что передний амортизатор передние вилка самая примитивная а сзади у вас вообще ничего нет ну лично я на серьезных больших неровностях просто предстаю все дне чтобы он проскакивал и ни о каком комфорте тут конечно там как у более серьезно мотоциклов говорить я не могу также разумеется как у многих других перегорела одна нить на вот задней этой лампочки до которая она же и стоп-сигнал она же габарит взял новую лампу завтра вкручу что 35 37 рублей обычная такая лампочка вот как здесь стоит стоит там это 5w на 12 вольт 2 gx как-то так ну стандартный короче разъем очень просто она тут выкручивается два винтика открутили и поменяли поворотники слава вагу пока все работают ничего не перегорала габарит перегорел ну цена опроса опять же 30 небольшом рублей меняется самостоятельно за минуту это не проблема такой есть но это прослушайте просто потому что во первое самые дешевые самые простые лампочки ставятся изначально завода и больше людей тоже не будет стоять там дорогие светодиодные ну и второе вибрация все-таки на нем изначально если на той резине которая стоит ездить ездить довольно быстро пытаться стараться его давить то вибрирует все корпус рама бак крылья руль все вибрирует колеса не соответственно из-за этих вибраций вот эти лампы и перегорают контакты ломаются либо нити эти отваливаются кстати закреплено здесь все вот это довольно добротно сами видите поворотники они в принципе на мягком таком эластичном соединение то есть идея мне кажется что если ездить на нем в пределах допустимых скоростей по городу по более-менее ровному асфальту то ничего такого не будет просто многие на этих штуках ездят по пересеченной местности конечно там ты все время прыгаешь разбиваешь раздалбываешься на плохой дороге там у тебя скорее всего больше вероятность будет постоянно что-то перегорать но в целом что могу сказать у меня впечатление исключительно позитивное пока по этому мопеду то есть первое если вы решаетесь на покупке такой штуки вам не нужны права категория достаточно либо б либо там мм1 вам не надо ставить это на учет вам не надо платить за ее там никакой налог то есть вы просто приехали купили и катаетесь у него минимальный расход топлива то есть где-то в среднем два с половиной литра на сотню если ездить спокойно и там подкатывался на холостых перекрестком то в районе двух литров у вас будет расход бензин можно простой 92 лить он хорошая заправка если прямо отжаривать гонять топить в красной зоне потому что что я думаю не очень хорошо здесь не для этого моторчика не для коробки автомата ну в районе там два и восемь может может быть три в пике будет но это несущественно игре вот два с половиной литра блин на сотку бак 8 литров мне чтобы проехать там месяц 300 километров это вот один раз заправился там условно 300 чем-то рублей и все вот и иван целый месяц покатушек но если вы конечно там между городами там не катаетесь по шоссе по трассе а учиться на есть так каждый день куда-то на тренировку съездить в магазинчик просто покататься я люблю вечером просто на нем поездить здесь по району просто в кайф каповой хорошая хватает бака реально одной заправки на практически на месяц но это тут кто как есть ну то есть целом вложение минимальное стоимость звездочек от 160 до 600 рублей зависимость того где вы покупаете эти ведущие звезды надумайте менять лампочки если будет ставить самые простые обычно какие здесь предполагаются это там 30 40 50 рублей одна лампочка если даже они вас перегорят смазать цепь один раз в сезон вообще не проблема масло я тоже поменял в районе ну там что-то около 0 8-0 9 объем заправочный просто сам поменял масло найдено вот такое допуск IPSF к отказом инструкции 15 в 40 наша ойл райт если покупать в нормальном интернет-магазине там в той же самой автолавке через зап 146 рублей литров такого масла стоит заправочный объем около 0 8 там чуть побольше сейчас посмотрим все раз тысячу менять и все окей с ним будет делаете просто из бутылки вырезаете такой поддончик сливаете там это несчастный 0,8 литра масла отработанного менять рекомендуется не реже чем раз в тысячу километров меняли после оплатки тысячу на нем проехали а сейчас сколько 1500 ну меняли после 500 сейчас получается вот на этом мопеде почти тысячу проехали на одно масло которое после оплатки после 500 километров было залито в принципе да ну хорошо потемнело почернело на видео залил снова и сушите взял обычная наша но зато 15 в 40 с тем допуском которого с той вязкостью которая указана не надо для этого не вкус сервиса ехать все элементарно здесь меняется все очень просто делается воздушный фильтр самый простой то же самое его надо там специальную пропитку еще не делал я просто отряхнул почистил надо будет там пропитку какую-то специальную там тоже жидкость для очистки фильтров купить посмотреть но в целом пока вот с аппарату почти 1600 километров нареканий вот именно по работе то есть он всегда заводится всегда едет с передачи переключает незаметно вот это с первую на вторую расход топлива в норме не было ни таких проблем что он вдруг там не запустился не завелся или заглох вообще такого ни разу не было поэтому считаю что своих денег однозначно стоит особенно если вам не хочется на механике брать и мучиться с переключением передач если вы по городу там по пробкам где-то катаетесь как мопед с автоматом и с прикольной с классной такой получоперной внешностью он очень хорош ну вот я считаю единственно что колеса надо конечно обязательно поменять нормальный вид было помягче поровнее все это ехало и все это такие единственное вложение я бы единственное что еще выхлопную бы конечно эту трубу поменял я бы переделал выхлоп то есть по звук по всему он мне очень нравится очень устраивает но я поменял чисто из-за внешки такую красивую хромированную короткую поставил чтобы она не тянулась вот так назад там не висела а где-нибудь вот за подножкой заканчивалась было бы прикольно оптимально на мой взгляд еще нюанс не забыл значит на мой взгляд смотрите подножки они закреплены на мой взгляд изначально конструктивно очень далеко поэтому данный мопед рослым ребятам не подходит выше метр восемьдесят уже не комфортно то есть мне вот с ростом метра восемьдесят уже впритык у меня товарищ есть он метр восемьдесят шесть вот ему уже под длину ног вот конечно вот эти подножки идеально было бы вот вот сюда вот вынести чтобы тогда ближе к лесу будет тоже не очень хорошо очень конструктивно изначально по габаритам мопед как я и говорил на рост от 100 там 6 ну грубо говоря до 175 до 180 все 180 это уже предел то же самое заднее в основной подставкой да очень она далеко сзади находится обычно привычных мотоциклов она находится вот здесь реально смещена вперед это всегда подъехал просто могу опустил моском и пяткой выкинул все здесь она находится сзади и тоже пришлось подправили проставки шайбы и когда меняли колеса шины и и как бы пришлось чуть-чуть сюда за счет этих шайб выдвинуть иначе бы она задевалась вот эти вот колеса то есть движение когда одна отогнута назад вот это тоже такой нюанс то есть конечно расположение здесь вот этих вот основных элементов которым вы пользуетесь она по сравнению с привычными нормально продуманными мотоциклами не очень хорошая честно скажу но остальном если вам там повезет найти такой аппарат например там в два раза ниже стоимости ну магазине до но в хорошем состоянии еще такой немножко прокачаны и затюнены то считайте это прям очень классно то есть конечно за 60 тысяч я бы не раздумаю новый пошел купил прямо сейчас прям сегодня вот но я могу сказать что на фоне все остальные техники сколько сейчас стоит даже 100 тысяч вот за эту штуку на автомате я считаю нормально адекватно поэтому пока такие вот впечатления допустим да Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok